Кролем, брасом на спине. Кто на что гораст. Более неуверенные в себе стоят в воде возле бровки. А те, для кого плавание – дело привычное, 50-метровую дорожку бассейна преодолевают за минуту. Плаваю, по-моему, с 20 лет. Как открылся бассейн, так и сажу регулярно. Как могу, так и плаваю на спине, так, кролем. Ну как? Главное, чтобы в свое удовольствие. Это уже третий заплыв слушателей Народного университета. С девочками работает тренер. Правда, Александр Матвеевич обычно занимается с детьми. Но и к серебряному возрасту тоже умеет найти подход. Причем каждый ученица – индивидуальный. Я вначале смотрю, как ведет себя человек. Спрашиваю, вы воды боитесь? Это главный вопрос. Или не боитесь? Потому что некоторые тонули. Вот женщина одна здесь плавает. Она говорит, я в детстве тонула. Я не могу, я не могу. Я говорю, вы сможете, если захотите, очень. Это постепенный процесс. И это постепенно устраняется. Но надо очень важно самому себя мотивацию поставить. Я научусь, я хочу и буду плавать. Плавание для пенсионеров особенно полезно, говорит тренер. Прежде всего, положительно сказывается на суставах. Вытягивается позвоночник, мышцы. Да и сами ученицы отмечают – здоровье заметно поправилось. Тем более, что в спорте они уже с ноября. Тогда целый месяц осваивали скандинавскую ходьбу, а в декабре подтягивали мышцы на тренажерах. Ну что дает? Бодрость. Меньше стали, мне кажется, болеть. Я даже простудными заболеваниями в этом году не болела. Поэтому мне кажется, что спорт дает. Дает что-то для нашего здоровья. Я не знаю, что такое таблетки. Я не хожу в поликлинике, если только за справкой куда-нибудь. А так времени нет, чтобы болеть. Весь учебный год физкультурного факультета расписан. На февраль запланирована зарядка для ума – шахматы. В марте слушательницы встанут на лыжню, научатся подбирать спортинвентарь, ознакомятся с техникой бега на лыжах. В апреле студентов Народного университета ждет ориентирование на местности. А в мае теорию они испробуют уже на практике, точнее в походе. Сессия, разумеется, закончится экзаменом с дачей ГТО.